Вопрос нефти стоит ребром. Лучшая академическая группа Казанского Федерального Университета. Всем привет! В эфире Универньюс, а в студии Максим Мартынов. Институт международных отношений Казанского Федерального Университета посетил представитель Russia Today Алексей Грязев. Спикер рассказал студентам о том, как работают современные международные медиа и какое место на этом рынке занимает Россия. Кроме того, Алексей сообщил ребятам о возможностях трудоустройства и подработки на летний период. В Доме правительства Республики Татарстан состоялось заседание Совета директоров акционерного общества Татнефтьхим Инвестхолдинг. На мероприятии обсудили ряд инновационных вопросов. Каких именно, расскажет моя коллега Аделина Абдарахманова. В Доме правительства Республики Татарстан состоялось заседание Совета директоров акционерного общества Татнефтьхим Инвестхолдинг, которое провел РАИС Республики Татарстан Рустам Иниханов. В рамках мероприятия был обсужден ряд инновационных вопросов. Россия движется в этом направлении очень важно, потому что надо развивать свои производства. С докладом «Новые геохимические методы для ухудшающихся запасов нефти» выступил заместитель директора Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Владислав Судаков. Он рассказал о том, что ученые Казанского университета исследуют свойства пластовых флюидов, геологические процессы, а также консультируют коллег в разработке месторождения нефти и газа. Создана научная инфраструктура действительно мирового уровня, которая по некоторым направлениям не имеет равных в мире. Например, в области геохимии, изотопной геохимии и геотермохронологии. Лаборатория активно сотрудничает с компаниями, университетами и ведущими научными лабораториями. Также Владислав Судаков отметил, что ученые Казанского федерального университета разрабатывают рентабельные методы увеличения нефтеотдачи на сложных месторождениях. В начале геохимические исследования применяются для наземной геохимической съемки с целью поиска залежей нефти и газа по геохимическим аномалиям на поверхности земли, формирующимся в результате миграции углеводородов сквозь осадочную толщу, сквозь трещины или же разломы в осадочном чехле. Несмотря на высокую разведанность территории, на нашей республике здесь еще остаются перспективные, на наш взгляд, участки для доразведки. В своем докладе Владислав Судаков отметил, что самый простой и эффективный способ идентификации состава углеводород – это хроматография. Она позволяет получить информацию о происхождении и истории флюидов, понять условия осадка накопления, а также определить степень зрелости и выявить отличительные признаки нефти. Как мы знаем, это смесь углеводородов со сложным строением, изотопным составом слагающих ее элементов. Разнообразие углеводородов нефти обусловлено условиями формирования и залегания в недрах, а дальше уже эволюции, миграции и биодеградации. Рустам Мениханов отметил, что в республике ведется большая работа по формированию высшей школы нефти в Альметьевске и рекомендовал объединить научный потенциал института ТАТНИПИ-нефть и Казанского федерального университета. Мы обязательно будем и дальше продолжать сотрудничество. Коллаборация интересна. Не только наши институты, я думаю, но и другие институты будут подтягивать. Помимо этого, на заседании Совета директоров обсудили вопрос об универсальных системах очистки воздуха. Газоконвертерные установки можно применять в разных отраслях от нефтехимии и от чистных сооружений до сельского хозяйства и общепита. Адалина Абдрахманова, Универниус. В Институте филологии межкультурной коммуникации состоялось награждение победителей призеров конкурсов «Лучшая академическая группа КФУ». Все подробности смотрите далее в сюжете. Успеваемость, вовлеченность в научно-исследовательскую и общественную деятельность. Эти аспекты студенческой жизни являются одними из важнейших. Именно на них и ориентировались члены жюри конкурса «Лучшая академическая группа Казанского федерального университета». Прием заявок начался еще в феврале. И вот спустя три месяца итоги, наконец, подведены. Призеров и победителей номинаций в торжественной обстановке наградили в актовом зале Института филологии и межкультурной коммуникации. Это особая атмосфера, потому что этот конкурс, он не индивидуальный, как многие, а именно такой очень коллективный. И, конечно, переживает каждый. На самом деле, если мы возьмем даже положение, в нем написано просто одним словом «участник». Но за этим словом стоит очень большой труд каждого. Это работа каждого студента. Потому что организовать группу и пройти все этапы, я думаю, что это бесценно. Всего в конкурсе было представлено шесть номинаций. «Лучшая академическая группа первых курсов», «Младших курсов» и «Старших». Помимо этого были отмечены лучшие кураторы и старосты. Без этого нельзя. Это должно быть обязательной частью студенческой жизни. И поэтому я очень рада, что целый зал общественников, активистов и так далее. Без этого нет студенческой жизни. А воспитательная работа сейчас особенно важна. И вы это тоже знаете не хуже меня. На протяжении всей студенческой жизни главным проводником и союзником для группы становится ее куратор. В рамках конкурса «Лучшая академическая группа» уже четвертый год подряд помимо основной номинации одному из участников присуждается специальная награда. Специальный приз имени Аркадия Курамшина. С одной стороны, это было очень сложно, а с другой стороны, это было волнительно и интересно. И, честно говоря, меня переполняют эмоции. Сложно найти слова, потому что это действительно серьезное для меня достижение, большая награда. Я хочу поблагодарить, начать сначала со своей группы, которая помогла мне выиграть эту награду. Поблагодарить свой институт из субфилологии межкультурной коммуникации. Также наш университет, который предоставил возможность участвовать в этом конкурсе. В этом году конкурс проходил в три этапа. Подача заявок, отбор финалистов и определение победителей. Членами жюри оценивалось портфолио – научные, общественные и спортивные достижения. Помимо этого, обязательным условием участия в конкурсе стало наличие публикаций на официальных ресурсах университета. Вообще, я очень ждала этот конкурс с начала учебного года. Но все не было объявлений и афиш каких-то о начале этого конкурса. Потом, как-то спонтанно я нашла в ВКонтакте объявление. Тут же началась подавать заявку на группу, на старосту. Исход событий был очень неожиданным. Я вообще не ожидала. Я думала, у меня не будет даже призового места. Получилось так, как получилось. Я очень рада и счастлива всему происходящему. Работа старостой позволяет мне контролировать ситуацию лучше. Потому что мне очень нравится, что все зависит от меня, а не от кого-то. И я могу сделать так, как считаю нужным, так, как я вижу это разумнее и логичнее. Потому что, как мне кажется, зачастую этого очень сильно не хватает. В этом году победители конкурса наградили дипломами, памятными подарками и экскурсионно-познавательными поездками в Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Мы уже третий год участвуем и сделали для себя какие-то выводы. И правда надеемся, что в этом году результаты нас порадуют. Потому что, что касается не места в конкурсе, а именно атмосферы группы, конкурс реально нас сблизил. Мы начали находить какое-то время для себя, для группы и больше времени проводить вместе. И каждый человек нам открылся с другой стороны. Оказывается, у нас в группе есть такие творческие, креативные ребята. И, если честно, мы очень благодарны, что есть такие конкурсы. Участники конкурса отмечают, самое важное их достижение – то, как за время подготовки группа сплотилась. Поддержание дружеской атмосферы в коллективе – один из важнейших факторов победы. Мы уже с первого курса всегда говорим, что мы самая душевная группа в институте и, наверное, даже в университете. Поскольку я не знаю другие группы хорошо, но про институт точно могу сказать. И преподаватели тоже об этом всегда нам говорят, что да, мы действительно душевная группа. Когда что-то сложное происходит, даже это зачеты экзамена, мы есть единое целое, мы добьем, победим, все пройдем. Действительно, мы есть лучшая академическая группа для себя, в первую очередь, потому что мы друг друга любим, ценим, уважаем. Это самое главное. Напомним, что конкурс «Лучшая академическая группа Казанского федерального университета» проводится с 2006 года. Это событие стало доброй традицией, объединяющей студентов и педагогов. Маргарита Михайлова, Фарид Захит Аглы, Андрей Багаудинов. Универ Ньюс. Андрей Вознесенский – один из самых знаменитых поэтов Серебряного века. О его творениях в своем сюжете расскажет Ами Рахтямов. Уникальный человек, который пережил всех своих врагов. Хрущев лично выгонял его из страны, но он не уехал, а пережил его. Сегодня в нашей рубрике мы познакомимся с произведениями литератора Андрея Вознесенского. Андрей Вознесенский – советский поэт-шестидесятник, песенник и публицист. Несмотря на прохладное отношение власти к его творчеству, в 1978 году Андрей Андреевич удостоится государственной премии СССР, а затем пошел в плеяду классиков 20-го столетия. Творческая биография Андрея Вознесенского развивалась стремительно. В 1959 году впервые были опубликованы его стихи. Они оказались яркими, насыщенными метафорами, звуковыми эффектами и усложненной ритмической системой. В каждой строчке сквозил подтекст, что было непривычным и новым для того времени. По традиции, наша съемочная группа в научной библиотеке Николая Лобачевского и у нас в руках два сборника стихов Андрея Вознесенского. Первый сборник называется «Треугольная груша». В нем представлены лирические отступления автора. Стоит отметить, что он был выпущен советским писателем в Москве в 1962 году. Второй сборник имеет название «Ахиллесово сердце». Он был выпущен чуть позже, в Москве в 1966 году, издательством художественной литературы. Философские вопросы о сути, пространстве и времени часто беспокоили автора. И ответы на них он искал через творчество. Так родились многие его стихотворения о человеке, который и в космических просторах чувствовал себя неуютно без часов. Он воспевал чувства в стихах. Не возвращайтесь к былым возлюбленным, сон, романс, вальс при свечах. Каждый раз эмоции, рождающиеся в строчках его романтических произведений, словно мать, стремились то к полюсу вселенной любви, то к полюсу всеобъемлющего трагизма. Поэт работал не покладая рук. Каждый год он радовал своих почитателей новым сборником великолепной поэзии. Умирал Андрей Андреевич на руках у жены, который в последние минуты нашептывал новые стихотворные строки. Причиной смерти поэта стали последствия 15-летней борьбы с болезнью Паркинсона. Похоронили знаменитого литератора на Новодевичьем кладбище, где покоятся тела его родителей. Амир Ахтемов, Универньюс. На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова